Приветствую друзья, на связи Денис Терентьев и в этом видео мы поговорим о важнейшей для каждого сыроеда, вегана и вегетарианца теме Это о теме про витамин В12 На примере истории, очень опасной истории, которая недавно, буквально недавно произошла с одной молодой девушкой при моем непосредственном участии К слову сказать, я очень рад, что наконец-то сыроедное сообщество начало признавать этот вопрос массово практически Сейчас уже все ведущие сыроеды говорят о том, что без внешнего использования, внешнего потребления витамина В12 Сыроеду, вегану и вегетарианцу прожить со временем становится нереально И поэтому они также поначалу не признавали этот вопрос Я переписывался со многими, они мне говорили, что нет, они не принимают и принимать не будут Но сейчас, даже у тех сыроедов, которые в серьезный стаж, они начинают, после того, как они сдали и увидели свои веселые анализы, они начали принимать В12 Итак, что же произошло недавно с одной девушкой, которая обратилась ко мне по поводу анализа своего состояния У нее состояние было очень хреновое, если говорить открытым текстом Какие у нее были симптомы? Она говорила, что находится на сыроедении уже год, сказала мне И попросила разобраться в ее состоянии Я провел с ней тщательный опрос К слову сказать, мне часто пишут и просят пояснить свои отклонения в физическом состоянии на сыроедении В этом видео я хочу особо отметить, что для того, чтобы наиболее точно понять и объяснить человеку, в чем корень его проблемы Нужно задать его при личном общении от 20 до 50 вопросов Эти вопросы будут касаться его состояния здоровья до сыроедения В течение всей жизни тщательный опрос Каков был его рацион, какая была физическая активность Каков его рацион сегодня, как он переходил на сыроедение и многих других И только после этого можно будет с уверенностью сказать, что с ним сейчас происходит Плюс к этому еще нужно сдать обязательно анализы Так вот, вернемся к нашему случаю После того, как я тщательно опросил эту девушку У нее выяснились следующие ведущие симптомы Это очень большая слабость То есть после того, как утром она вставала Немножко ходила И хотелось опять лечь в кровать и не вставать То есть слабость была очень большой Второе, это выраженная тахикардия То есть как только она вставала У нее постоянно начинало колотиться сердце с очень большой скоростью И была очень сильно выражена одышка При любой минимальной физической активности При этом наблюдалось падение аппетита И еще несколько менее важных симптомов Я предложил ей сдать анализы, что она на следующий день и сделала После того, как я получил ее анализы Там во всей красе я увидел пышно цветущую железодефицитную анемию И B12 дефицитную анемию Эти анализы мы рассмотрим более подробно сейчас И я расскажу, чем же закончилась эта история Итак, давайте рассмотрим Что показал анализ крови после того, как она сдала его на следующий день Сразу скажу, что на B12 она не сдавала анализ Так как ежедневно она употребляла морскую капусту, различные водоросли И это совершенно бессмысленно делать Потому что анализ, я уже несколько раз в этом убеждался Показывает нормальные значения при высоком гомоцистеине Но на гомоцистеин она также не сдавала, потому что его не было в той лаборатории Анализ на английском языке, так как он сдавался за границей в первый раз Итак, давайте рассмотрим подробнее Лейкоциты понижены примерно на 30% Эритроциты также понижены примерно на 20% Гемоглобин чуть ниже нижней границы нормы Что является обычным для этого вида анемии Гематокрит, как следствие, также понижен Тромбоциты в норме Лейкоцитарная формула Мы видим, что повышенные лимфоциты Также как следствие Общего нарушения кровотворения Видим, что ненормальное кровотворение Эритроцитов Также следствие Недостатка В12 И видим, что общее заключение Низкое количество красных кровяных телец На этом слайде мы видим общий анализ крови Сейчас мы разобрали с вами те параметры Которые отличаются от нормы В остальном Все было в пределах нормы практически После того, как Эти анализы были получены Я провел с ней беседу И рассказал Какими именно В ее случае Продуктами Нужно сейчас питаться Что делать И был начат прием Прием витамина В12 В таблетках Почему в таблетках? Потому что не было условий Для проставления Его ежедневно в уколах То есть это было очень неудобно И хотя в этом случае Я рекомендую лучше всего Проставить цианокабаламин Если повторяется подобная ситуация Повторится у кого-то другого То лучше конечно проставить Цианокабаламин непосредственно Чтобы он попадал в кровь Это будет очень быстрый Очень быстрый эффект Но в данном случае Это было не совсем удобно Удобно человеку Поэтому мы решили Что сначала она попробует Принимать в таблетках Если не будет Быстрого результата Как известно В В12 при не очень Очень далеко зашедших Ситуациях Восстанавливается довольно активно И в первые дни Практически никакого эффекта не было Потом он начал появляться И сейчас На данный момент времени Она чувствует себя прекрасно Вернулись все показатели Также еще Я вспомнил сейчас Что у нее отсутствовала память Я не сказал об этом То есть она буквально Ничего не могла запоминать При том что Раньше память была Просто прекрасна То есть она вот Чуть что спросит Она я не помню Я не помню Вот это тоже типичный пример Дефицита В12 Сейчас память вернулась Пульс в норме То есть появилось Очень много энергии А вот эти анализы Которые я сейчас буду показывать Начиная с этого Они сдавались Когда еще состояние Было не очень Хорошее То есть оно уже пошло Явное улучшение Но пока еще Оно было Далеко от Нормы Поэтому в этом анализе Тоже Будут небольшие Отклонения Но мы видим Мы увидим в целом Что картина крови Начала активно восстанавливаться Также были сданы Анализы на гепатиты Потому что кожа была желтой Но белки глаз при этом Были очень-очень белыми Это говорит о том Что это было связано Не с увеличением Количества белирубина в крови Потому что первым делом В этом случае реагируют белки глаз А пожелтение кожи Было объяснено Большим потреблением моркови В это время Так что не удивляйтесь В этом ничего опасного нет Если вы употребляете морковь Морковный сок В больших количествах У вас может пожелтеть тело И это будет признаком того Что в организм поступает Слишком много бета-каротина Именно поэтому кожа приобретает Вот такой цвет Но это не страшно И не опасно Потом после того Как организм очистится Можно употреблять морковь В больших количествах И организм не окрашивает кожу В желтый цвет Это говорит о том Что он успевает Сбалансировать Избавиться от него И кожа становится нормальной При любых объемах моркови Но когда еще не прошло Несколько лет на сыроедении Такой эффект может наблюдаться То есть если же проблема с печенью То тогда в первую очередь Желтеют белки глаз Потом ладони Потом весь кожный покров На это нужно обращать Очень пристальное внимание И при таких симптомах Нужно конечно обращаться в больницу Ну вот как на всякий случай Все равно были сданы анализы на гепатит Потому что он может протекать скрытно Мы видим что на Б и С В обоих случаях результат отрицательный С этим все хорошо Здесь мы видим Биохимические показатели печени Активность трансэммиаз в норме В целом Видим что анализ Спокойный Очень хороший Мочевина снижена Но это является нормой Так как Метаболизм белка снижен И поэтому Мочевина является Продуктом конечного распада белка Поэтому эта цифра в данном случае Абсолютная норма У вегетарианцев И у веганов И у сыроедов Дальше мы видим что Железо также снижено Я думаю что Тогда оно было еще ниже Потому что состояние было Очень плохим Я думаю здесь оно уже Начало восстанавливаться А сейчас Потому что мы Обеспечили рацион Необходимый Чтобы восстановить Все показатели В этом не было никаких сомнений Что они восстановятся Поэтому железо здесь уже идет На улучшение Гормоны Щитовидной железы Также в норме Что В этом случае было Дополнительным плюсом Что нет отклонений В этом Вот в этих вот Гормональных Гормональных Показателях Следующий анализ Смотрим Смотрим первый столбик Это эритроциты Мы видим что Результат на тот день Составил 3.6 При норме 4.0 Это примерно Падение на 10% В первом случае Падение было на 20% Таким образом Мы видим положительную Динамику Уже на 10% В два раза А любой Врач вам скажет Что важен Не текущий Анализ Который сейчас есть А какова динамика То есть куда идет Кривая Вверх или вниз Таким образом По первому столбику Мы на тот момент Видим улучшение Гемоглобин Поднялся Но чуть-чуть Не дотягивает До Нижней границы В тот момент Он не дотягивал Это было Если первый анализ Был сдан 17-го числа То этот Анализ сдан Через две недели Вот И поэтому Еще восстановление Не произошло Началось только Общее улучшение Дальше Что мы видим Тромбоциты Как и были в норме Лейкоциты Лейкоциты Стали уже В норме Они поднялись То есть Это общее Количество лейкоцитов А зенофила Чуть выше нормы Но в данном случае Это нормально Ну и здесь В целом Если есть какие-то Отклонения То они незначительные Лейкоциты Лейкоциты Также пока повышены Были на тот момент Но состояние Было еще не очень Но уже Улучшалось Моноциты в норме Роя 5 мм Воспаление Отсутствует Поэтому Вот на тот момент Был такой анализ Следующий анализ Уже не сдавался Потому что сейчас Энергии стало еще больше А состояние Отличное Симптомы Эти Полностью прошли То есть человек Сейчас начал Заниматься спортом Бегает Прыгает Очень счастливый То есть Гормональная деятельность Также в норме И Поэтому Эта история Окончилась Вот так вот Благополучно К счастью Но иначе И быть не могло При правильных действиях Почему я Не говорю Какое здесь Какие продукты Мы Употребляли Естественно Нужно употреблять В первую очередь Продукты с высоким Содержанием железа Это гречка Пророщенная Это яблоки В больших количествах Это морковный сок Также морковь Для повышения Уровня Если у кого-то Низкий гемоглобин И уровня железа Это гранаты А также И многие другие Продукты Но этот рацион Должен составляться Индивидуально Потому что Нужно смотреть Какой был Сначала рацион И Всем здесь Посоветовать Общий рацион В этом случае Не будет Правильно Но Общие Я рекомендации дал Что нужно делать В этом случае И конечно Ежедневный прием В12 В количестве 1000 Если состояние Не слишком плохое То есть В нашем случае Состояние Начало Довольно Активно Нормализовываться И поэтому Необходимость В срочном прокалывании Цена кобаламином Пропала То есть Употреблялся метилкобаламин В таблетках И состояние В данный момент Времени Стало лучше Чем было До этого Этой истории Я хочу показать Что ни в коем случае Из вашего фокуса Внимания Не должен Этот показатель Уходить Он всегда должен быть Вы всегда должны О нем думать И до сыроедения Обязательно На момент Перехода на сыроедение Вам уже нужно сдать Гомоцистеин И В12 В паре Но Можно в паре сдать Но самый главный Показатель Это гомоцистеин Сейчас также Он в скором времени Будет сдан Но здесь понятно Что он опустился Потому что состояние Прекрасное Энергии Очень много Явно что он будет В нормальных Границах Поэтому ни в коем случае Как некоторые делают Особенно если у вас Есть дети Которые переходят На сыроедение Обязательно Мониторьте Эти цифры И раз в год Или раз в полгода Сдавайте Обязательно Анализ На гомоцистеин И на В12 Если же Есть какие-то Отклонения Немедленно Начинайте Прием препаратов Где купить В12 По самой низкой цене В России Я Напишу По ссылке ниже Можете Посмотреть ссылку ниже Там будет указано По этой ссылке Переходите И заказывайте Если вы Заказываете в первый раз То вам Вообще обойдется От производителя Гарантированный Качественный продукт Всего за 85 рублей Я думаю Что с этим После того Как вы посмотрели Этот ролик У вас будет все в порядке То есть Вы не допустите Никаких дефицитов И конечно Будете держать Этот вопрос Под своим контролем Я надеюсь Этот ролик Был вам полезен Если он вам понравился Обязательно Ставьте лайк Обязательно Подписывайтесь На мой канал Сейчас будет Ежедневно Выходить по какому-то Ролику Либо это будет Обзор Либо это будет еще Какая-то полезная Информация По сыроедению Поэтому обязательно Подписывайтесь на канал И до новых Интересных видео Счастливо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...